Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, дорогие друзья, нежданно, негаданно, просто в один день наступила осень, да причем не календарная, а настоящая осень. 31 августа у нас была температура 31 градус, а 1 сентября она опустилась до минус 15, прошу прощения, до 15 градусов, и ночью было не более 6-8. Вот такая шоковая терапия с погодой. Синоптики говорят, что такого жаркого августа еще не было вообще в истории, и такого резкого перехода от тепла к холоду тоже еще не было. Ну что же, будем привыкать к таким неожиданностям погоды и природы. Ну, а я сегодня включилась, чтобы немножко рассказать о том, как же хорошо уметь все делать своими руками, сколько денег экономится, и какое качество работ получается, когда делаешь от души, когда умеешь это делать, когда хочешь это делать, то получается очень здорово и очень красиво. За моей спиной вы видите обновленную стену. Я уже заштукатурила нашу пристройку, и расскажу подробнее о материале, который я использовала, как я это делала. Теперь уже с точной уверенностью могу вам говорить, что это очень классно, что стройматериал качественный, и я с удовольствием его прорекламирую. Причем бесплатно для производителя. А может быть, производители меня услышат и начнут предлагать мне сотрудничество, чему я буду очень-очень рада. Напомню, что я не профессионал, все делала как могла, по наитию. Штукатурить я научилась, я как-то вам уже рассказывала. У нас был профцентр во времена СССР. Хорошие были времена, когда учили качественно и, к тому же, безоплатно. Так вот, профцентр – это уроки труда в старших классах, где мальчиков готовили быть сварщиками, плотниками. Я уж не помню, по-моему, сварщики и еще кто-то у нас были. А девочки у нас были или сварщицы, или штукатуры. Но я подалась в штукатуры. И ни грамма не пожалела об этом. Вот первые навыки оштукатуривания я получила тогда молодой девчонкой, 16-17 лет, именно в эти уроки труда, которые нам преподавали даже не в школе, а в специальный профцентр, куда мы ездили и нас там обучали. Там были специальные классы со стенами, и мы делали раствор, накидывали его на стену, затирали. В общем, давайте покажу, что у меня получилось, и расскажу, как я это делала. Женщина, наверное, может все. Я, конечно же, не все могу, но для своего дома я все сделаю возможное, выжму себя, так скажем, на все 100%. И, как вы уже поняли, мы все делаем своими руками с Лешиком. Единственное, что мы оплачивали, нанимали людей, это натяжные потолки. Уж это мы точно делать не умеем. И это вот единственный случай, когда мы нанимали людей. Все остальное мы делаем своими руками. И канал свой я сейчас переименовала своими руками. Так что вяжем, строим, ремонтируем. Сад, огород, все сейчас это у меня на канале. Все в одном лице. Итак, вот так вот получилась у меня стена. Это уже немного осталось прогрунтовать эту стену. Хотя, ну, как бы, не обязательно это делать, но это я уже от себя тяну так включила, чтобы, ну, для спокойствия души, чтобы стена уж совсем была крепкой. Значит, наносила я на стены два слоя. Первый слой из просто такая специальная штукатурка. Я сейчас вам все покажу, расскажу, что почем, хоккей с мячом, да, и расскажу, где Лешик это покупал. Вот насчет где, сомневаюсь, потому что он находил это в интернете и говорит, если найду, я тебе скину и, в общем, расскажу, где это я покупал. Это дешевле даже, чем в Леруа Мерлен. Здесь, в Чеплыгине, я такого не нашла. Обзвонили мы все строительные магазины и не нашли, так что Лешик все эти материалы привозил из Москвы. Вчера я ради интереса зашла посмотреть, сколько же стоят такие штукатурные работы. Друзья, вы не представляете, вот эта пристройка в 20 квадратных метров, это по периметру получается, что если считать стены, то есть высоту, ширину, то это не 20 квадратов, это будет гораздо больше. У нас одна стена, по-моему, 4 метра, вторая 5,4, ну да, вот 5,4,20 и высота 2,10 где-то. Вот вы можете посчитать, какой объем. В общем, я посмотрела, что оштукатурить с армированной сеткой, я делала с армированной сеткой 600 рублей квадратный метр. А штукатурить декоративной штукатуркой, а караэт, это уже декоративная штукатурка, полторы тысячи рублей квадратный метр. В общем, я посчитала, что это более 50 тысяч, обошлись бы только работы, без материалов, если бы я нанимала людей. Так что вот такие деньги мы сэкономили, потому что я все делала своими руками. И у вас это получится. Когда я начинала делать кирпичики, которые в доме, которыми, кстати, тоже будут облицовываться углы и цоколь, многие мне писали, Лена, у вас ничего не получится. Друзья, у меня все получилось, получится и у вас, если, конечно же, вы этого очень захотите. Ладно, давайте быстренько теперь покажу. как это я все делала, на пальцах расскажу и покажу стройматериалы и почем Лешик покупал их в Москве. Вот так вот выглядит сейчас стена, уже оштукатурена декоративной штукатуркой. Самое сложное это было вот там сделать, где вот скос крыши, наклон крыши идет. Во-первых, нужно было вырезать армированную сетку, вот такую выкройку сделать. Все делала на глаз, чтобы все хорошо держалось. Ну и неудобно оштукатуривать такое маленькое пространство. В общем, кельма застреет, и это неудобно. Стены делать было легко. Значит, что еще хочу сказать. Вот здесь прежние хозяева, кто делал эту пристройку, сэкономили на вот этих откосах. Как это назвать? Вода отлива или что это? Ну, откосы, короче. И вы знаете, очень хорошо, вот здесь вот была пена, которая под лучами ультрафиолета вся разрушилась, и, естественно, холод попадал в дом. Все это я вот здесь вот залепила, заштукатурила. Здесь очень неровная была поверхность. Ну, пенофлексом это все было утеплено, пристройка из газоблоков, а потом пенофлекс. И вот здесь очень корявая. Не везде, но вот одна сторона, видимо, так плиты пенофлексы прилегали. Может быть, там можно было что-то отрезать. Ну, в общем, неважно. Вот здесь вот были ямы. Все это я выровняла. Здесь немножко еще шлифануть сеткой надо. И все будет хорошо. Здесь не стало коронедом. Это будет краситься в темно-коричневый цвет. И будут делаться наличники. Пока не решила. Либо из тех кирпичиков я буду делать, которые я делала своими руками. Либо, может быть, закажем резные наличники, деревянные. Вот пока не знаю, как лучше будет смотреться. Это все потом. Посмотрите, как хорошо эта штукатурка короед. Сейчас вот я вам покажу, что это короед. Видите, вот с такими вот дырочками научилась и ее наносить я. Она, этот цвет, без колера, очень хорошо вписался вот под наш сайдинг. И коричневые, вот эти вот коричневые, видите, уголки здесь шоколадного цвета, да и забор у нас шоколадного цвета. В общем, все я буду делать под этот цвет. Наличники тоже будут темно-коричневого цвета. Я кирпичики покрашу на углах темно-коричневого цвета. Будет окрашена дверь. Она, видите, еще вся грязная. Пока еще не мыла. Ну, потому что нужно, конечно, штукатурить, все подготовить, а потом уже красить дверь. Все это я потом покрашу. Будет все красиво. Здесь тоже сделаю вот эти вот кирпичики. Ну, в общем, углы будут из кирпичиков. Здесь вот стоит козел. Вот так вот стена выглядит без штукатурки-караед. Тоже, кстати, неплохо было бы. Можно было бы просто покрасить. Ну, конечно же, с этой штукатуркой это вот остался у меня раствор, и я сюда его, конечно же, прилепила. Со штукатуркой, конечно же, смотрится намного красивее. Ну, прям очень цивильно. Здесь тоже сделала вот эти все отливы. Еще не шкурила. Еще специальной щеткой нужно будет пройти все это дело зашлифовать. Еще не мыла окна. Ну, потому что нужно было, когда засохнет стена, чтобы не нарушить. Вот здесь вот она засохла. Вот сегодня я это все повымываю. Посмотрите, как ровненько у меня получилось. Еще здесь не отшлифовано, но уже все равно ровненько. Сейчас пройдем вот сюда. Здесь тоже все было очень-очень неровно. Угол так вообще был стыкный, чтобы вообще был шик и блеск. Самая тяжелая часть это было сделать вот там вот за кондиционером. Конечно, вы скажете, ну, надо было сначала стену оштукатурить, а потом крепить кондиционер. Друзья, не хватает рук. Если бы я как бы крепила сначала, вернее, штукатурила стену, а потом кондиционер, то все лето я бы была в жаре. Потому что вот только сейчас высвободилось время для оштукатуривания стен. До этого нужно было вырастить урожай, потом его законсервировать в зиму. И вот только сейчас образовалось окно. Да и погода позволяет не в жару это делать, а вообще для штукатурки самая оптимальная температура это 10-15 градусов. Вот как раз у нас эта температура сейчас и есть. Поэтому уж как получилось, так и получилось. Самое сложное, конечно, вот там вверху тоже было сделать все это с армированной сеткой. И на высоте, друзья, вы знаете, залезаешь на вот этот козел, и так кажется высоко. Казалось бы, ну что там, вот внизу стоишь, кажется, ну ничего страшного. А вот когда залезаешь, ох, как это высоко кажется, и страшно, и коленочки дрожат. В общем, нелегко все это дело. Но я рада, я рада, что у меня все получилось. Вот здесь вот, вы видите, я укрепила и заштукатурила одну стену цоколя. Вот она была вот такая, как кирпич. Кстати, вот вам хочу сказать косяк строителей. Посмотрите, какой здесь шов. Вот кирпич и вот такой шов. Вы представляете? 5-6 сантиметров шов. Куда это годится? Это вообще никуда не годится. Так делать нельзя. То ли кирпича не хватило, то ли они просчитались с уровнем, но у них не совпала одна сторона с другой, и так вот пришлось выравнивать. В общем, этот цоколь тоже срочно нужно оштукатуривать, чтобы, не дай бог, вот этот слой не развалился. Это вообще, ну, никуда не годится. Вот почему мы все делаем своими руками. Мало того, что деньги отдавать нужно и немалые, да еще и вот такие косяки делают строители, шабашники, так скажем. Вот здесь тоже этот же цоколь-кирпич. Видите, я уже здесь оштукатурила, еще не шкурила, не затирала. Это вот как раз буду украшать той плиточкой из гипса, которую я делала. вы скажете, ну, как же гипсовая плитка и на улице. Все будет хорошо, друзья. Я уже знаю, как ее укрепить, и я думаю, что все у меня получится. Вот это самая солнечная сторона нашего дома, и здесь вообще стал разрушаться вот этот фундамент. Я, конечно, не снимала, но поверьте, здесь вообще вот этот щебень стал осыпаться, и я самым первым делом стала укреплять именно эту сторону. Видите, вот армированная сетка, без сетки никуда. И здесь вот мазанку такую делала, одевала перчатку и жидким раствором все это дело руками вот здесь замазывала, ну, потому что она неровная, тут по-другому никак. В общем, все это сделала. Сейчас очень крепкий вот здесь фундамент, очень хорошо укрепился. Вот торчит, вы видите, армированная сетка, и работа здесь по этой стороне полностью закончена, ну, за исключением, что еще нужно нанести декоративную штукатурку караед. Сейчас я вам покажу эту армированную сетку, как раз посмотрите, здесь я тоже убралась в сарае, уже, видите, разобрала диван, вон он стоит, икеевский, который стоял у нас в огороде все лето, но все, лето закончилось, все я убрала. Это кусочек от крыши сарая остался, профлист. Вот она, армированная сетка еще осталась, было 50 метров, стоит, вот, потихонечку начинаю рассказывать о ценах, 50 метров, 1800 рублей, в Леруа Мерлен стоит 1700 рублей, но 30 метров. Вот Леша где-то в интернете нашел фирму, так и не сбросил он мне, я думала, пока я буду снимать видео, он мне сбросит, нет, не сбросил, кто-то стучит, что ли, не пойму, вот, но, можно найти дешевле, чем в Леруа Мерлен, в Чеплыгине, конечно, это найти нельзя, дешевле, тут вообще как-то все очень сложно, со стройматериалами привозят, только, ну, не очень дорогие материалы, и, ну, самые, так скажем, популярные, а то, что уже подороже и получше, это нужно где-то искать, Москва, Липецк, ну, и так далее, 1850 метров сетки, здесь вот у меня лежат семена льна, буду потом их добывать, ну, и сейчас дальше пойдемте, буду показывать эти мешки с короедом, мешки со штукатуркой, да, вот, сейчас покажу вам кварцевую грунтовку, это вот первым делом, вот она, вот такая грунтовка, вот это ведро, не знаю, сколько здесь килограмм, стоит, вот здесь, кстати, телефон, так что можете, это не реклама, все покупалось, закровно заработаны, 1800 рублей стоит эта грунтовка, так, вот здесь вот лежит у меня кое-какой инструмент, ну, придется сейчас открывать сарай и показывать дальше, давайте я вам покажу об инструментах, которые мне понадобились, вот такая металлическая щетка, это изначально нужно было этот пинофлекс делать вот такие насечки, вот так вот я делала, как дранку, чтобы было лучшее скрепление со штукатуркой, и я очень рада, что сейчас это все уже значит пристройка штукатурена, почему пинофлекс под лучами ультрафиолета уже стал, он стал мягкий, стал разрушаться, потому что пристройка построена в 17-м году, то есть вот пять лет стояли вот эти плиты из пинофлекса, которые под штукатуркой сейчас, и они, конечно же, разрушались, в общем, я переживала и в том году, когда мы купили дом, все думала, достоят ли эти плиты пинофлекса, не разрушатся ли, ну, в общем, сейчас все хорошо, в общем, вот такой щеткой изначально нужно было продрать, вот он, этот пинофлекс, вот здесь, вот вы видите, не заштукатуренный, здесь будут наличники, вот, просто его продрать, потом, вот этой грунтовкой, прогрунтовать, я брала валик, вот такой, велюровый, и валиком наносила вот эту вот грунтовку на стены, и только потом оштукатуривала, вот, показываю вам эту штукатурку, штукатурку, значит, фирма здесь называется Перфекта, вот такой бренд, вот, это штукатурно-клеевой состав, она устойчивая к морозам, там, сто разморозок-заморозок, то есть, вот, считайте, сколько зим, то есть, получается, на сто лет эта штукатурка, якобы, вот здесь, вот, все написано, вот, до 100 градусов, ну, в общем, видите, да, что здесь, температура применения, вот, значит, этот мешок 25 килограмм стоит 600 рублей, у меня ушло на наши вот эти 20 квадратов пристройки, но это не 20 квадратов, это площадь пристройки 20 квадратов, а стороны, посчитайте, сколько там квадратов, у меня ушло 6 с половиной мешков, вот, остался седьмой мешок, он до половины наполненный, то есть, мне даже не хватит на вот этот цоколь, может быть, эти полмешка хватит на одну сторону, да и то с натягом, придется либо такую докупать, ну, или для цоколя купим обычную, которая здесь продается в Чеплыгине, в общем, 600 рублей, 7 мешков Лешек покупал, значит, декоративная штукатурка, видите, тот же самый бренд, перфекта, штукатурка декоративная, карает, это вот та штукатурка, которая стоит 1500 рублей, чтобы ее нанести, нанять людей, 1 квадратный метр, тоже 25 килограмм, Лешек купил 5 мешков, я думаю, что мне хватит, и даже мешочек останется, вот она, ну, такого же цвета, как стена, не буду уже там вам показывать, на стене вы видели, это, эта штукатурка, значит, ее можно колеровать, но, если будете колеровать в Леруа Мерлен, очень дорого все это получается, а самим миксером, это вам нужно попасть в тон, то есть, это нужно сразу все заколеровать в один тон, по ведрам куда-то это все разложить, а потом штукатурить, либо лучший вариант, это просто потом покрасить тот цвет, который вам нужен стену, мы не будем красить, нас как раз устраивает вот этот цвет, который естественный, который продается изначально вот в магазине, в мешке, вот такое вот светло-светло топленое молоко, я бы сказала, вот столько посчитайте сколько стоит материал и сколько стоит работы, так что друзья, все очень дорого и очень хорошо, когда вы что-то умеете делать своими руками и это экономит ваши деньги и это доставляет неимоверное удовольствие и какую-то даже гордость, что вы все это сделали и повторюсь, лучше вас никто это не сделает, вот я говорю, вот надо же вот такой вот слой сделать раствора и положить это же фундамент, этот соколь, на этом стоят стены, ой, друзья, у меня нет слов, просто нет слов, так что вот сегодня моя задача вот эту стену я, наверное, штукатурю, сейчас вот посмотрела погоду, вроде бы-то нету дождя, получится, сейчас я ее зашкурю, да, вам не показала еще одну штуку, сейчас покажу, какая понадобится терка и сетку, которую я покупала у нас здесь в Чаплыгине, друзья, говно, говно, на метр хватает вот этой сеточки, вот то, что покупал Лешек в Москве, ну, тогда еще, наверное, в обе, сейчас обе, наверное, не работает, ну, в общем, это плохое качество сетки, 160 рублей, вроде-то недорого, 10 штучек здесь вот таких, ну, вот, сетка абразивная, они там, разное зерно есть, ну, я вот купила на 120, по-моему, вот, очень плохого качества, прям, не знаю, вот такая стерка, здесь барашки откручиваются, цепляется эта сетка, и вы потом, когда нанесли штукатурку, вот так вот ее потом затираете, но не караед, караед стирается кельмой, не знаю, может быть, и этой, но я затирала вот такой пластмассовой кельмой, тоже, уже купили, моя-то старая кельма, стерлась уже, ремонт делала и в Москве, и везде, короче, вот новая кельма, вот такая тоже понадобится, и для того, чтобы размешать раствор, понадобится вот такая насадка, миксер для шуруповерта, насадку я покупала на озон, включаю, делаю раствор вот в этом тазу, сейчас там грязь, мою тазик и делаю раствор, и размешиваю вот этим миксером до однородной массы, и наношу на стены, так что вот моя задача сегодня оштукатурить под короед вот эту стену, цоколем буду заниматься уже позже, сейчас уже очень хочется, уже очень красиво, посмотрите, как преобразовался дом, уже прям похоже на домик, вот эти фронтоны покрасим в темно-коричневый цвет, потому что там уже шерстит интернет, где купить красочку, чтобы все было в один тон, ну то есть вот светло-бежевый или топленое молоко, или молочный, и коричневое вот это вот обрамление, коричневые кирпичики здесь будут по углам, коричневые наличники, в общем дом будет очень-очень красивым, огород буду копать позже, вчера, кстати, друзья, насобирала я падали лишних яблок, насобирала два ведра, все червивые, вот, но сварила уже варенье, не варенье, а джем, добавила тоже лимончик, очень вкусное получилось, все это миксером взбивала, взбивала, кипятила, немного сахара, на 3 килограмма, килограмм сахара всего, я не люблю очень сладко, а вот это вот все сейчас пособираю и в компостную яму, короче, все яблоки опали, буду на следующий год что-то применять, мне там Мариночка писала, уже забыла, надо будет открыть сообщение, чем побрызгать яблоки весной, яблоню, чтобы она не опадала, или от шашали от этой опрыскивать, ну, в общем, что-то буду делать, огурчики желтеют, очень-очень холодно, сейчас вам покажу, перчик еще стоит, смотрите, как подрос, здесь еще один раз сниму перец, очень такие перчики стоят, хорошенькие, ну, думаю, что мороза-то не будет, вообще, говорят, что сентябрь очень-очень будет холодный, наверное, бавилет у нас было в августе, уже очень-очень жаркий август был, здесь тоже черри, все есть, ну, не знаю, вызреет, очень много зеленых, вот, вчера пол ведерка собрала красных и бурых, черри, что-то буду делать, опять вчера закрывала кабачковую икру, и еще у меня по плану, вот здесь треснувшие кочаные капусты, хочу сделать салат генеральский, в зиму, по банкам, вот, видите, треснуло, ну, не выбрасывать же, вот, треснутое, короче, срежу эту капусту и закрою, там нужны помидоры, они у меня есть, дома спеют там, бурые срывала, огурчики еще есть, в общем, туда огурцы, помидоры, перец, капуста, и будет генеральский салат, вот здесь в ящике, это вчерашняя кабачковая икра, это вот столько получается с 5 килограммов кабачков, а здесь у меня вот этот яблочный джем, вот, с 2-х 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 700, вот получилось 4 пол-литровые баночки, одна вот такая, вот, ну, а теперь давайте немножко о вязании, я еще успеваю и вязать, вечерами, продвигается, конечно, медленно, но что делать, сейчас нужно сделать заготовку в зиму и подготовить вот, оштукатуривала стены, но вот покрывало уже растет, уже вот эту, как бы, половинку я сшила, их соединять, а потом одной полосой, вот здесь вот, присоединю вот к этому полотну, и так вот, по 12 мотивов, буду двигаться и вязать это покрывало или плед на кровать, а вот, Марусечка здесь ходит, где твоя шпулька? Вон она шпулька, шпулька у нас подросла, да, с пулечка, да, что такое, что такое, мои сладкие, короче, еще идет пряжа, друзья, тоже из мира вышивки, предложили мне еще посотрудничать, там пряжа Сиам, уже будем вязать, скорее всего, комплект, шапку и либо палантин, либо шарф, там идет махеровая пряжа, махер на нейлоне от Сиам, забыла, как называется, придет, все вам покажу, так что, еще у нас будет и вязание, а вот, все, мои хорошие, кто у нас тут, Моня у нас тут, королем сидит, Моня сидит, королем, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео, я думаю, что вам было интересно узнать о моих новостях, о моих продвижениях, и в ремонте, и в вязании, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Сидникова, пока, пока.